Девчонки, всем привет! Хочу вам показать покупки еды на Новый Год и не только еды. И давайте начну как раз с таких бытовых штук. Заказ я делала в магазине Утконос, как всегда, довольна. И опять же, никуда не ездить, ничего на себя не тащить. Вот все это мне привезли на дом. Итак, из бытового. Первое, что заказала, это вот такие вот салфетки. Я всегда беру салфетки в коробке, мне нравятся больше всего. Здесь 200 штук, так что такая вот упаковочка. А также ватные диски и ватные подушечки. Сейчас я вам покажу, я уже распаковала. Вот такие вот подушечки. Не знаю, мне просто стало интересно, что это такое. Попробую, удобно ли они будут снимать макияж. Вообще просто такая интересная форма, они гораздо мягче, чем ватные диски, так что буду пробовать. Зубная паста Сплат, в этот раз взяла вот такую вот лавандовую. И бенгальские дни к Новому Году. Ну и дальше давайте уже по продуктам. Начну с мяса. Первое, это куриное филе замороженое. Его взяла для Цезаря специально. Также окорочка куриные. Очень большие, очень много. И окорочка мне нужны для оливье. Я всегда оливье делаю именно с курочкой, с окорочком. Потом вилочкой так разбираю именно мясо на волокна. Именно с курицей оливье получается вкуснее, сытнее на мой вкус. Но, в общем, мне нравится. Уже очень много лет делаю именно с курицей. Из мяса это все. На самом деле я еще заказывала филе индейки. Хотела именно в качестве горячего сделать индейку запечь. Но ее не оказалось, поэтому ее не привезли. Так что, наверное, я сделаю мясо по-французски. Филе здесь много, мне на все хватит. Ну, дальше давайте из замороженного пачка пельмешек маленькая. У меня всегда есть либо пельмешки, либо вареники в морозилке. Ну, знаете, на такой быстрый случай, когда вот прям бегом-бегом, прямо сейчас надо что-то приготовить, поэтому всегда есть. Также заказала вот такой вот лобби зеленый. Это очень вкусно. Это такой, знаете, бобовый овощ. Быстро очень готовится. Просто, ну, либо на сковородке, либо в мультиварке, буквально 15 минут. Ну, очень-очень вкусно. Можно прям даже без добавления каких-то других овощей. Просто вот лобби с солью, с перчиком. Заказываю второй раз, прям очень понравилось. Дальше яйца. Две кока-колы, естественно, на Новый год. Чай-пакетики у меня. Сейчас вам покажу. У меня вот такая вот из Икеи упаковка с чаями. Я каждый раз, с каждым заказом заказываю один какой-нибудь новый чай. Так что они у меня заканчиваются с невероятно быстрой скоростью. Я очень люблю чай, поэтому чайные пакетики у меня сейчас есть всегда. Следующие вот такие вот баранки и вот такое вот сырное печенье. На самом деле мы 3-го числа уезжаем на новогодние праздники. И вот эти вот всякие закусочки я взяла с собой в дорогу, чтобы в машине что-то погрызть. Дальше вот такой вот завтрак киндер. Очень люблю вот эти пирожные. Корица в палочках у меня закончилась. Мука. Тарталетки. И расскажу вам, что буду делать с тарталетками. Взяла вот такой вот мягкий сыр. Это что-то типа сыра маскарпоне. Вот такой вот и вот такой вот. Это мягкий сыр. И планирую этот сыр накладывать в тарталетки сверху икра. Или сверху кусочек красной рыбки. Будет очень вкусно. Поэтому вот такое. Такая вкусняшка на Новый год. Дальше пачка масла. Вот это масло неплохое. В принципе на батон мазать и с икрой есть очень даже неплохо. Сметана. Дальше моцарелла. Из моцареллы у меня вышел косяк. Я на самом деле думала, что это будет обычная моцарелла. Не посмотрела. А это оказывается был плавленый сыр. Ну я его уже положила себе в корзину. Ну он конечно съестся не пропадет. Дальше вот такой вот кусочек ветчины. И ветчину для чего взяла. Буду очень-очень тоненькими полосочками резать. Также смазывать вот этим вот мягким сыром. Посыпать зеленью и сворачивать в трубочки. Очень вкусная закуска. Попробуйте обязательно. Прям мне очень нравится. И делается элементарно, очень быстро. Дальше пачка грибов. Я их наверное запеку с филе. С мясом по-французски будут запеченные грибочки. Ну и остались у меня фрукты, овощи, бананы. Специально не распаковывала. Хотела вам показать, как привозят. Вот в таких вот полностью запаянных упаковках. С дырочками, чтобы фрукты не портились, не гнили. Там очень красивые, не перезрелые. Такие прям классные. Также мандарины. Здесь 2,5 килограмма. Очень вкусные. Сладчайшие просто мандарины. Тоже вот в таком пакете с дырочками привезли. Авокадо 3 штуки. Авокадо, кстати, тоже очень классная вкусняшка. Авокадо пополам режете. Мякоть по стенкам достаете. Не всю, но частично. Смешиваете ее с зеленью. Опять же с мягким сыром. Накладываете обратно сверху кусочек красной рыбки. Вот такая вот закуска. Очень быстрая и потрясающе вкусная. Дальше огурцы, помидоры здесь у меня. Такая вот свежая стручковая фасоль. Это очень вкусно. Я ее либо делаю на вок в сковородке, либо чуть-чуть обжариваю. И просто горячий салат делаю с этой фасолью. Добавляю туда обычную фасолью, морковку. И просто каким-то соусом, либо просто сметанкой заправляю. Очень вкусно. Можно грибочки туда же. Реально вот свежая стручковая фасоль. Это просто невероятно вкусно. Ну и брокколи. Тоже сделаю на Новый год. И не хочу делать, знаете, полноценные гарниры на Новый год. Вот, ну, типа, там, пюре или, ну, вот что-то, чего-то такого. Я хочу сделать много салатов. Именно таких закусок. Вот сделаю брокколи в кляре. На гарнир отлично. Возможно, лобби сделаю. Может быть, сделаю вот опять со стручковой фасолью. Теплый салат. Будет вкусно. И, опять же, не вот, ну, чтобы, не знаю, не перегружать новогодний стол. Не забыла вам показать икру. Икру мы уже лет 5, наверное, покупаем вот в таких вот полулитровых упаковках. У меня мужу на работу привозят. И, ну, что-то типа оптом ее продают. Очень хорошая икра, вкусная. Поэтому вот эти вот баночки я очень давно уже не покупаю. Икра у нас есть. Все, девчонки, вот примерно так будет выглядеть мой новогодний стол. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, с Рождеством. Надеюсь, видео было вам интересно. И всем до скорой встречи. Пока-пока.